Всем привет! Добро пожаловать на канал PUNLINE! И сегодня у нас будет небольшое видео про рабочее место для первоклассника. Если вам эта тема интересна, видео кажется для вас полезным, то, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, а на все вопросы я, конечно же, отвечу в комментариях. Давайте начнем! Любое рабочее место у нас состоит из стола, стула, хранения для констоваров, хранения для учебников, лампа, подставка для констоваров. Давайте начнем со стола. Вот такой небольшой стол размерами 100 на 50, белого цвета, нейтрального, по текстуре могу сказать, что это ДСП, но белое такое приличное ДСП. Оказалось, здесь имеется три ящика, еще одна полка для хранения, и стол стандартной высоты, и очень хорошо вписался у нас в интерьер. Заказывала я его на Wildberries, и стоил он всего 5000 рублей. Сейчас, к сожалению, на Wildberries этих столов в наличии нет такого цвета, но ссылочку я на все, что сегодня буду показывать, оставлю внизу в инфобоксе. Это не реклама, ничего из того, что я буду показывать, мне не прислали на рекламу, заказывала, выбирала все сама. Выбрала этот стол по отзывам, по соотношению цена-качество оказался по отзывам самый лучший. Все-таки я еще не теряю надежду, что, возможно, когда-нибудь мы сделаем стол вот здесь, во все окно, для двоих детей. Раз затронули тему стола, конечно же, нужно было его защитить, чтобы он подольше прослужил нам, и я заказала вот такое гибкое стекло. Заказывала его на зоне, 1,2 мм толщиной, по отзывам также выбирала. Оно прекрасно выпрямилось. Чуть-чуть по размерам оно у нас отличается, но не критично. Оно не ездит, потому что очень многие в отзывах пишут, что стекло либо слишком тонкое, либо ездит. Оно не ездит, оно прям, знаете, как будто прилепилось к столу, и пока я им довольна. Единственное, дети меня уже здесь 3D-ручкой порисовали на нем, они не знали, что это нельзя делать. И оно немножечко уже вот с таким цветочком. Следующий важный момент, это, конечно же, стул для учащегося. Вот на этом я решила не экономить. По отзывам своей подруги, первая выбрала она такой стул для ребенка. Мы пришли к ним в гости, и она купила 2 стула для своих детей, такие ортопедические, именно этой фирмы. Дети у меня посидели на нем, я тоже посмотрела со всех сторон, мне показалось, что это очень хороший вариант. Стул заказывала также на Валбрис, название его буду писать здесь. Чем он мне понравился, то что, во-первых, это ортопедический стол. Здесь можно регулировать спинку по высоте, по выступу. Ребенок сидит в правильном положении, оно выглядит вот так. Также есть подножка, которая тоже по высоте регулируется. Как только ребенок на него садится, весом больше 20 кг, стул не катается на ножках. Как только с него слезаешь, он легко перемещается по комнате. Также регулируется по высоте, поэтому, в принципе, к любому столу он подойдет, даже если потом мы будем делать стол чуть-чуть повыше. Еще мне очень понравилось, что у него есть съемные чехлы, вот они. И в моем случае с двумя пацанами это отличный вариант. В общем, пока стулом ребенок у меня пользуется, и младший, и старший. Младший рисует за этим столом, старший пока тоже рисует, потому что школа еще не началась. В общем, все стулом довольны. И, слава богу, пришел он к нам в целости и сохранности. На Wildberries было много отзывов, что у них часто сломана там что-то, какая-то деталь. Но мне повезло, и пришел с первого раза отличный стул. Следующий немаловажный предмет, это освещение стола. Вообще, в дальнейшем, когда мы купим другую мебель, и будет у нас двухэтажная кровать, то есть сейчас у нас две одноэтажные, будет вот здесь стоять двухэтажный, то стол отправится к окну, потому что это самое лучшее место считается для обучения. Но пока этого не происходит, я выбрала, на мой взгляд, самую классную лампу, потому что очень много разных вариантов посмотрела, и мне понравился именно этот вариант от Xiaomi. Смотрите, какая она стильная, большая, и очень хорошо освещает. Достаточно большой угол освещения. Сразу совет для родителей-первоклассников. Может быть, кто-то об этом не знает, как и я не знала. Если у вас ребенок пишет правой рукой, лампу надо ставить с левой стороны, чтобы тень не мешала ребенку во время письма. И наоборот, если ребенок пишет левой рукой, то нужно лампу ставить с правой стороны. Это мне написали в комментариях, за что огромное спасибо. Я сразу переставила лампу на нужную сторону. Продолжим. Я искала лампу, чтобы она могла осветить всю поверхность, чтобы не было никаких проблем, и которая будет регулироваться. Например, эту лампу благодаря вот этому колесику можно регулировать. И на ночь я ее оставляю в самом тусклом варианте. Вот так и выглядит она как ночник. Еще у этой лампы есть приложение, и можно настраивать ее с помощью него. Но я этим не занимаюсь, потому что, в принципе, колесико этого мне достаточно. Здесь можно регулировать цвет света. Заказывала также на Wildberries. Продавец именно сам Wildberries. О, Wildberries. Первый раз заказывала у них. У них там единственная была пометка, нельзя вернуть товар после того, как ты его забрал. Поэтому пришлось проверять ее сразу на пункте выдачи. Слава богу, все было нормально. Ну, из таких небольших мелочей, которые тоже понадобятся, я взяла ребенку расписание. Оно магнитное, можно вешать на холодильник на любую там металлическую поверхность. Но я его взяла для того, чтобы положить под стекло. Вот сюда вот. Здесь любимая Among Us, моего ребенка. В комплекте шел специальный маркер. Поэтому можно написать расписание, когда оно изменится. Аккуратненько стираешь этот маркер на водной основе и пишешь заново все расписание. Пока оно у нас в закрытом виде стоит вот здесь вот в виде картинки. Ну и последнее, это хранение на столе для ручек карандаша. Долго думала, что выбрать. В результате взяла самый простой вариант. Купила его в фикс-прайсе, мне понравился цвет, насыщенно зеленый. И то, что здесь есть отделение для ручек и вот для мелких деталей. Много, в принципе, здесь не надо. Основные все ручки и карандаши у нас стоят на другом столе, который я сейчас раздвинула для съемки. И еще одна вещь, которая не пришла, к сожалению, еще, но я уже решила видео снять, потому что придет она только 31 августа. Это полка, которую я выбрала на озоне. Полка для хранения учебников. С этой стороны у нас есть стеллаж. Здесь хранятся все книги, там, развивашки, настольные игры моих детей. В этих ящиках хранятся констовары и также вот часы, которые мы ребенку приобрели. Об этом буду рассказать в другом видео. Вот все констовары я решила складывать сюда. А для учебников я решила заказать как раз эту полку. Выглядит она вот так. Собирается в разных вариантах. Когда она придет, посмотрим, какой будет лучший вариант. Я думаю, что мы ее поставим где-нибудь вот здесь. И как раз у ребенка будут храниться его учебники на столе. Места вот здесь ему будет достаточно для обучения. Полка встанет вот сюда. Общая стоимость всего приобретенного написана вот здесь. Вот такое рабочее место у нас получилось для первоклассника. Мне оно очень нравится. Мы его уже протестировали, дети мои протестировали. Помимо того, что выглядит все очень лаконично, мне кажется, все получилось достаточно удобно. Единственное, осталось дождаться полку, посмотреть, какая она будет по размерам. И придумать, куда ее поставить и в какой конфигурации ее собрать. Большое спасибо за просмотр. Если видео вам понравилось, то не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Ну и напишите в комментариях, подготовились ли вы к первому сентября. И у кого дети тоже идут в первый класс. И до новых моих видео. Всем пока.